Всем привет, с вами Орбекс, и наконец-то Роблокс разрешил пользователям публиковать свой аксессуар в каталог Роблокса и зарабатывать робуксы. Теперь это может делать почти каждый, не нужно ждать год, когда вам одобрят заявление. Смотрите видео до конца, чтобы получить всю нужную информацию. Перед тем, как я покажу, как создать аксессуар, нужно сказать, кто может публиковать свои вещи в каталог. Это могут делать пользователи старше 13 лет, у которых подтверждён возраст через паспорт, у которых есть Роблокс подписка от 1000 до 2200 робуксов, и которые не нарушают правила платформы. В этих критериях всё понятно, кроме подтверждения возраста. Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки аккаунта и нажать на кнопку Verify Age. Критерий, который я только что прочитал, опубликовал сам Роблокс. Вы можете найти эту статью в описании под видео. Теперь давайте создадим свой UGC. UGC — это вещи, которые сделали обычные пользователи. Свои вещи можно делать и в разных программах, но я буду использовать только Blender. В дальнейшем нам понадобится Roblox Studio для публикации в каталог. Скачиваем Blender с официального сайта и заходим в него. Я буду делать звезду, которая будет висеть рядом с игроком. По такой же схеме вы сможете создать всё, что угодно. Правой кнопкой мыши нажимаем на куб и удаляем его. Если что, камеру можно вращать, зажав колёсико мыши. Кликаем на Add, добавляем цилиндр, в его настройках ставим количество полигонов на 10. Это очень важный момент, так как если у модели будет слишком много полигонов, её просто будет невозможно импортировать в Роблокс, так как там есть лимит. Идём в режим моделирования, выбираем вот этот режим. Выбираем дыно цилиндра и удаляем нажатием X и Face. То же самое делаем со вторым дыном. Кстати, если вы хотите научиться работать в Блендер, то я оставлю ссылку на плейлист с видео о том, как создать свои аксессуары. Теперь давайте сделаем больше полигонов, чтобы звезда выглядела лучше. Выбираем инструмент Loop Cut и делаем два надреза. Вставим камеру в вот такое положение и с зажатым шифтом в режиме прозрачности выбираем точки. Далее инструментом Scale придаём форму звезды и готово. Затем выделяем верхние точки, нажимаем M и Add Center. То же самое делаем с нижней частью. Подровняем и у нас готова звезда. Чтобы она была мягче, в модификаторах добавляем Bevel, регулируем и добавим Shade Smooth. Теперь нам нужно наложить текстуру. Сразу перейдём в режим для просмотра текстур. Добавляем новый материал и в Base Color выбираем Image Texture. Вот у меня такая палитра, ссылка будет в описании. Чтобы текстура выглядела хорошо, мы перейдём в U в Editing. Клавишей A выбираем все полигоны, затем U и Project From U. Теперь на панели слева ставим звезду в нужное место. Готово. И теперь хочу сделать тёмную обводку, как у этой головы. Для этого копируем звезду, увеличиваем, копируем материал, выбираем цвет в палитре. Теперь, чтобы сделать обводку, переходим в Modeling. Используем сочетание клавиш Alt, Plus, N и Flip. Сейчас мы сделали так, чтобы игроки могли видеть только задние полигоны и тёмные звезды. В Blender это не видно, но в Roblox всё будет в порядке. Настало время экспортировать модели в Roblox Studio. Для этого нажимаем Export и выбираем FBX. Даем название и идём в студию. Здесь добавляем Mesh Part. В его настройках ищем нашу модель. Везде кликаем Now. И вот наша модель. С зажатым Alt выделяем модель. И теперь нам нужно переделать модель в аксессуар. Для этого добавляем игрока в Rig Builder. И рядом с ним устанавливаем звезду. Теперь нам придётся использовать плагины. Ссылки на них также будут в описании. Включаем плагин Asset Creator. Он переделает обычную модельку в аксессуар. Далее просто повторяйте мои действия. Тип аксессуар. Next. Кликаем на звезду. Потом на игрока. Затем выбираем тип аксессуара. В моём случае это левое плечо. Classic. И теперь наша модель стала аксессуаром. Затем нам нужно сделать так, чтобы товар хорошо отображался в каталоге. Для этого включаем плагин UGC Tabnail Tool. Устанавливаем аксессуар в вот эти рамки и кликаем Accept. Теперь наш аксессуар готов к публикации в каталог. На правой панели кликаем по звезде и Save to Roblox. Здесь выбираем категорию Avatar Item. Потом тип. Создателя. Пишем теги. Также для публикации вам придётся заплатить 750 робуксов. Затем придётся подождать, когда аксессуар проверит модерация. Далее в его настройках устанавливаем цену и прочие настройки. Я опубликовал другой аксессуар, так как у меня не очень много робуксов. После модерации аксессуар появился у меня в инвентаре и я смог надеть его. К сожалению, я не могу выставить его на продажу, так как у меня нет подписки. Ну и на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока.